Привет! Привет! Это моя мама, ее зовут Марина. В прошлом она была косметологом. Это обещанное видео по поводу ухода за лицом, косметической чистки, профессиональной в домашних условиях за 3 копейки. Так что, собственно, видео обещала, так что и снимаем. Есть определенные тезисы, которые мы записали. Я буду называть определенные пункты, которые мы заранее выделили, а мама будет их объяснять для вас. Так что первое. Вообще, как часто чистку лица нужно делать? По мере загрязнения кожи. Как вы посчитаете, если нужно, чтобы нужно почистить, то нужно почистить? Раз в месяц, раз в две недели? То-то раз в месяц нужно чистить, то-то раз в две недели, то-то раз в полгода, потому что тип кожи у всех совершенно разный. При сухой коже чистят крайне редко и очень бережно. При жирной коже часто раз, хотя бы дней в десять нужно почистить. Раз, где-то получается два раза в месяц? Да, два раза в месяц по мере загрязнения. Так, первый пункт отойдется, да? Первое, что тут написано, очистить лицо. Значит, мы умываемся. Кто пользуется водичкой, тот умывается водичкой. Водичка обыкновенная проточная с мыльцем обыкновенным. Кто вообще не пользуется водичкой, протирает своими всевозможными средствами. И мы таким образом очищаем кожу. Понятно. Когда вы кожицу очистили, то нужно нанести любой питательный крем на верхнее и нижнее веко. Значит, с легкими массирующими движениями нанесли. Да, вот сюда. Да, верхнее и нижнее веко. Зачем? Потому что кожа век очень сухая, она ранимая. И мы будем получать водную процедуру паровую. И поэтому кожа должна быть защищена, чтобы она не пересыхала. Следующее. Так. Распариваем лицо. Следующий пункт. Как мы можем это сделать? В ромашних условиях можно очистить лицо с помощью специального аппарата. У нас в России это называется ромашка. Это просто распариватель, ингалятор. Гарри, покажи, пожалуйста. Называется это сауна для лица. Да, сауна. В Советском Союзе это была ромашка. Да, это была ромашка. Это такой вот аппарат, на дно которого, вот здесь вот емкость у нас есть. Да не будем откатывать. Вы наливаете кипяченой водички и ложите. Ну, вы можете кипяченой. Лучше кипяченой, потому что меньше солей будет, потом чистить не нужно будет. Ложите сюда фильтр, пакет, значит, травы ромашкой. В аптеке приобретена? В аптеке приобретена. Если нет фильтра пакета, то просто обыкновенную ромашечку. А другие травы можно? Можно, в принципе, но не надо. Лучше ромашкой? Лучше ромашкой. Закрываем? Закрываем. Ну, все знают. Что объяснить-то, господи, режимы и все там понадобятся. 15 минут мы, значит, дэшим, укрывшись полотенчиком над этой ромашечкой. Хорошо прогреваем свое личико. Ход течет, поры открываются, жир вытекает, кожа очищается. И вот мы готовы. Если у вас нет этого аппарата ромашки, берете обыкновенную кастрюлю, ложите туда ту же самую травку-ромашку, завариваете кипящей водой и закрываете личиком над этой кастрюлечкой, этим полотенчиком. Короче говоря, на медленной печке, где-то как-то на пару в этом дождите. Если у вас это не получилось, пришли из бани обыкновенной, домашней, разогрев свое личико там. Ну и вот мы готовы. Следующий пункт, я тут смотрю, у нас промокнуть чистой салфеткой. Личико-пар промокаем чистой салфеткой, либо хорошим чистым полотенчиком. И вот мы с вами готовы. Берем... Трехпроцентная перекись. Да, перекись. Берем, значит, трехпроцентную перекись в аптеке, покупаем, наносим эту перекись на салфеточку, протираем личико. На какую салфетку? Стерейную. Стерейную ее. В аптеке купленную упаковочку нужно купить. Протираем личико перекисью. Все это все омывается. Это быстро очень все просыхает. И точно такие две салфеточки чистеньких, значит, нужно приготовить, чтобы они у вас лежали, и еще одну салфеточку мы промокаем спиртовым раствором. Значит, можно спирт с иницетином купить в аптеке, спирт фурацелиновый, но все, что есть спиртовое. На худой конец дома ничего нет. Возьмите обыкновенную банальную водку. Коньячок пойдет. Коньячок, он пахнет. И огурец, Аленый. Коньячок пахнет, он вязкий. И на руках у вас будет, например, обезаражие, зелесели, у хорошего зеркальца, чтобы хороший был свет падал. Наносите, значит, берете эти две салфеточки на пальчики, одеваете. А если салфеточек нет, то? Платочки носовые два обыкновенных, причем стареньких лучше. Они будут хлопковые, они будут мягкие. Предварительно вы их хорошо утюгом прогладили, они у вас чистенькие. Стерильные на пальчики свои одеваете и начинаете выдавить свои черные комедонные точки. А как это делать, правильно расскажите? Как правильно делается, это одевается на два пальчика с салфеточкой, поддевается. Это точечка черная, не сверху даете, а как бы под низом, как бы его поддеваете, чтобы создавалось давление, чтобы она выдаливалась. Она легко выдаливается, великолепно. По поводу прыщей расскажите. Какие можно дать, какие нельзя? В общем, на проблемной коже бывает очень много всяких красных прыщей. Если он у вас созревший, и вы видите уже, что он там желтенький, уже крышечка у него созрела, его обязательно нужно выдавить. Вы это все выдаливаете до тех пор, пока не идет плазматическое отделение. Такая сукровица. Да, практически. Тогда, значит, вы все это выдавили. Вы это, значит, впоследствии, конечно, обработаете. Эти все черные точки выдавили. Но если ваш прыщ еще не созрел, и он еще не сформировался, он красный. Просто красная точка. Точка красная, такая растекающаяся валик. Ни в коем случае этого давить нельзя, потому что последствия страшные будут. Понимаете? Дело в том, что если вы будете эту поверхность надаривать, то туда будет идти большой приток еще жидкости, отек будет еще гораздо больше, и этот процесс у вас продлится на больший период. Вот, вы когда тщательно все это выдавили, то, что вы посчитали на своем личике, мы должны сделать обязательно обработку спиртовым раствором. После толку. Да, леонцетиновый, фурацелиновый, но лучше с антибиотиками, лучше с леонцетином. Если в вашей аптеке нет спирта с леонцетином, а его может не быть, просто банально немножко водочки в стаканчик, туда таблеточку у леонцетина бросили, растворили, и этим же раствором помазали. Просто стопка, да? Ну, это же буквально 2 столовые ложки водки, таблетка или леонцетин, такая кашица получится. Вы это все смазываете, обеззараживаете, горький будет вкус ощущаться. Ну, это нормальное явление. После того, как вы довели, обработали, какую маску делаем? Маску мы обязательно должны сделать ту, которая будет стягивать поры. Мы берем обыкновенные дрожжи наши прессованные, ну, не знаю, как у вас в Турции. У нас есть сырые. Сырые, лучше легче делать на сырых. Если уже совсем сырых дрожжей нет, берете сухие, обыкновенные копеечные дрожжи. Ну, пакетик этих дрожжей, разводите этой же самой перекисью водорода до однородной массы. Разводится великолепно, идет пенообразование. У вас получится такая консистенция, как вот тесто на блинчике. Может, чуть погуще. Жиденькая, да, вязкая, но слегка. И вы наносите эту массу, эту маску на свою, значит, на все лицо полностью. Наносите, значит, начинаете с лба по массажным линиям, от середины центра до височка. Крылья носа промазываются до височка. Значит, это практически вот здесь вот толстым слоем, таким хорошим накладывать. Он сохнет великолепно от углов рта до ушей. По массажным линиям, да, по массажным линиям, центра бороды до ушей. Все это не нанести толстым слоем. Оно у вас очень быстро просыхает. Минуты за 3-4 вот оно должно высохнуть. И вот такое будет ощущение эффекта стягивающей кожи. Ваши поры все закроются. И, вы знаете, как смываем, вот когда совсем все это засохнет, мы идем просто смываем простой, проточной, теплой водой. Вы это все быстренько смыли, промокнули. С лафеткой полотенчиком, нет, сухим просто. Чистая, главное. Чистая, чтобы она была. Вы знаете, эффект ощущения чистой кожи. Вот ощущение добра и барката. Потом, значит, когда лицо у вас просохло, это буквально 2-3 минуты, наносите на свое личико, значит, у нас в аптеке продают тальк. Или под детская присыпка. Это тоже самое. Наносите, так вот попудрила личико свою тальк, у нас кожицу подсушивает, успокаивает. И, вы знаете, вот эти всевозможные жиры, которые потом будут вытеряются, он просто себя это возьмет. Ацентрирует. Ацентрирует, да. Вы, когда тальк нанесли, легкий такой, легкий-легкий массажик по массажным линиям. Сделали излишки тальк подбородочек немножечко, но это уже другой массаж. Все это, значит, убрали лишние моменты, вот которые у вас остались. Тальк вообще очень хорошо воспитается. Ощущение бархата, чистоты. Вы чистые, вы ухоженные. Но в этот день мы не умываемся. Вот. И что я еще порекомендую. Вот эта маска, которая идет дрожжи с перекисью, она, можно ею пользоваться один раз в неделю. В профилактических целях у нас дрожжи содержат очень много витаминов группы В, и они очень хорошо питают нашу кожицу. И у нас перекись отшелушивает эпидермис, идет шелушение, и прекрасное ощущение, знаете, комфорта на лице вы почувствуете. И это за 5 копеек. Я вам хочу сказать, лучше почистить домашних условий, потому что мой последний визит к косметологу, когда я у нас в Россию сходила в СПА-салон, я заплатила на наши деньги около 3 тысяч. Это на 70 долларов. Мне было очень обидно, когда я пришла домой, одела очки. Я вынуждена была пойти к специалисту, потому что я плохо вижу, потеря зрения, и мне очень сложно себя почистить. И когда я одела очки и дома увидела непрочищенное лицо, а средства были химические, что мне очень не понравилось, мне было просто очень обидно за то, что вот я заплатила свои деньги и не получила желаемого результата. То есть ты считаешь, что косметологи многие халяют? Нет, они, может быть, и халяют, потому что когда я училась на косметолога, нам говорили о том, что, кстати, работать на лице можно всего лишь 15 минут. Прежде, это святое правило. Ковыряем больше. Да, больше не ковыряем, потому что нагрузка сосудистая очень большая идет. Если вы не успели почистить свое личико за 15 минут, вы должны сделать хотя бы какой-то несколько дней перерыв и процедуру повторить. Понимаете, никакой косметолог за один раз вам тщательно не прочистит. Но тот объем работы, который я увидела на своем лице после специалиста, он должен был это вычистить. Потому что что химическое воздействие. Сейчас вот идут пилинги, никто мне там ничего не парил, все это современное. Все это... Считай, как в Турции. Да, как в Турции садилась. Как в Турции садилась. Я предпочитаю на простое, обыкновенное. Тогда, когда я училась, у нас не было химического, у нас все было натурально. Натуральные маски, натуральные крема мы делали. И вот это вот мой вам совет. Этой методикой я всегда чистила свою дочь, себя, ее всех подруг, своих подруг. Это наша семейная копия. Того и вам желаю. Еще вопрос. Если нет проблемных прыщей, кожи и прочего, стоит ли чистку делать? Вы знаете, я считаю, что хотя бы раз в два месяца можно сделать профилактические чистки вот эти вот для девушек. Кстати, не давить просто. Не давить просто. Погретьте и маску. Вы знаете, очень часто встречаются молодые люди, мужчины с очень грязной кожей, неухоженной. Я всегда на них смотрю и думаю, господи, ну где же твоя девушка, которая это должна увидеть? Почистите, пожалуйста, своего молодого человека. Он будет очень рад и будет вас больше уважать и ценить. Уделите ему, пожалуйста, внимание. Вот и все, что я сегодня хотела сказать вам. Так что всем спасибо за внимание. Всем привет. Если будут вопросы, задавайте. Мама тоже смотрит мои видео, читает комментарии все. И она может вам, кстати, на ваши комментарии, в принципе, и сама ответить. Да, жилья в России. Да. Так что скоро увидимся. Всем пока.